Продолжение следует... В непростых ситуациях вы появили решительность, самообладание и главное – неравнодушие, присущее даже не всем взрослым, минус передают ТАСС слова Калакатева. Церемония награждения прошла в Московском университете МВД. И. Кикатя. Награду получили 13 детей. Награду из рук министра получили 12-летний Арсений Коновалов из Москвы, преследовавший забравшихся в его квартиру грабителей до тех пор, пока их не задержали полицейские. 15-летняя Владислав Абаби и Максим Хмиров из Москвы. 18-летняя Ирина Толмачева из Владимирской области, помогавшая пресечь распространение наркотиков. 18-летняя Валерия Путилова из Волгоградской области, которая помогла полицейским выявить о колонии. 6 тысяч интернет-сайтов, распространявших наркотики. 11-летний Максим Выборнов из Домбовской области, который оказал первую помощь пострадавшей в ДТП 70-летней женщине и нашел скрывшегося с места происшествия водителя. Владислав Денисов, Михаил. Карасев, Вячеслав Лагуткин, Дмитрий Нечаев и Максим Юрченко из Кемеровской области задержали напавшего на женщину-грабителя, а 13-летний Степан Баулин помог полицейским задержать преступника, напавшего на девочку в лифте многоквартирного. Дома. Также награжу получил 18-летний Андрей Зубатов из Владимирской области, который спас пассажиров маршрутного такси, водитель которого внезапно потерял сознание. Кроме того, награды получили победители Всероссийского конкурса детского творчества «Полицейский». Дядя Степа, на который всего поступило 280 работ, между тем официальный представитель Генпрокуратуры Александр Курин и заявил, что отсутствие надлежащей социально-психологической помощи в образовательных учреждениях становится причиной детской преступности. Прокуроры. Отмечаю, что совершение детьми противоправных вияний во многом связано с отсутствием в образовательных организациях надлежащей социально-психологической помощи, минус сказал Куринный. Он отметил, что педагоги не всегда принимали достаточные меры по Профилактики правонарушений и преступлений несовершеннолетних не обеспечивали взаимодействия с органами и учреждениями системы профилактики. За четыре месяца этого года прокуроры выявили в России свыше 255 тысяч нарушений в целях устранения, В которых было внесено 55,8 тысячи представлений, принесено 24,3 тысячи протестов, в суды направлено 28 тысяч исков и заявлений. Почти во всех регионах прокуроры выявили факты незаконного взимания денег с родителей Учеников на получение документов об образовании, на ремонт помещений, оплату охраны, уборщиц, школьного автобуса. Помимо этого, школьники не полностью обеспечивались бесплатными учебниками и пособиями, а дети-инвалиды не могли реализовать свое Право на образование в связи с отсутствием в школах специальных условий для его получения. В этом году прокуроры уделили особое внимание безопасности детских игрушек и игровых сооружений. Установлено, что детские Игрушки зачастую реализуются без сертификатов качества, маркировочных ярлаков, информации о товаре и изготовителе. Выявлены нарушения органолептических, химических, токсикологи-гионических показателей, минус заявил Куринный. В российских школах в 2017 и 2018 годах Произошло более 13 нападений учеников на своих сверстников, среди которых Стрельба в школе подмосковной в Антиевке, нападение десятиклассника с ножом на учеников младших классов ферми. 19 января ученик 9-го Класса школы в поселке Сосновый Бур в Бурятии с топором напал на учеников, а затем при помощи бутылки с воспламеняющейся жидкостью поджог учебное помещение. Популярные материалы Аркадий Бабченко убит. Чубайск резко ответил на Обвинение в растрате пенсии Чубайск резко ответил на обвинение в растрате пенсии.